Ни тени сомнений. Позиция. Продолжаем программу. С нами телеведущий, журналист Максим Шевченко. Да, вы знаете, вот мне пришла протина кандалаки, которая бросает «Единая Россия». Ещё образ пока тут в перерыве. Она бросает «Единая Россия», как вот, знаете, такая красавица, такая бросает любовника, там, или мужчину какого-то. Она говорит, я больше не люблю. Он год назад, он обещал мне любовь, всё время вот обещал любовь, он ничего не исполнил. Я разочаровался. Она же просто разлюбила. Это не политическое даже. Она просто разлюбила «Единую Россию», как разлюбляет вот мужчину. Ждём нового романа, ждём нового романа кандалаки политического. И многие подозревают, что следующий её избранник — это как раз Общероссийский народный фронт. Ну что, как говорится, избранник при деньгах, избранник в хорошем костюме, в таком разнообразный избранник, достаточно сильный, нормальный женский выбор. Хорошо. Следующая тема. Вчера вечером Алексей Навальный, оппозиционер, основатель фонда борьбы с коррупцией, заявил, что намерен баллотироваться в президента России. Это не слишком рано? Да. Для Навального? Не знаю. Для Навального, я думаю, все сроки хороши. Почему? Ну, потому что никогда не будет всё равно президентом России при нынешней политической системе. Он может стать президентом России только если он вложит всю свою жизнь в слом нынешней политической системы, в распад российского государства. Потому что в большой России он не может стать президентом. В чём причина? Потому что причина в том, что даже если мы не будем брать 67 голосовавших процентов за Путина, да, ладно, там выборы неправильные, то-сё, там претензии всякие, но по закону Димы Яковлева была примерно такая же цифра, причём не по ВЦИОМу, а по Леваде, по-моему, кто поддержал закон Димы Яковлева. Но их было больше 50 процентов по всем вопросам. Да, больше, больше 60 там было. Это та электоральная база, которая никогда не поддержит Навального. Потому что он много раз заявлял оппонирующую по отношению к мнению этой патриотически настроенной электоральной базы, которая недовольна властью, недовольна бюрократией, хочет перемен. Но она точно не хочет перемен в интересах той группы людей, которая много раз заявляла о своих, не знаю, там, симпатиях, предпочтениях по отношению к Западу. То есть он может быть президентом только, когда большинство не голосует? Только в случае изоляции большинства. Если вот в Москве, да, Навальный в Москве может, ну, скажем так, рассчитывать на вхождение в Московскую городскую думу, допустим. Я думаю, на данный момент это его потолок, по большому счету. Почему? Человек называет главной задачей. Я думаю, он даже... Нет, задача это правильно. Только смотрите, как интересно. Он называет задачей не смену политического строя, не перемены, а личную карьеру, личный успех. Это политик, который вперед выставление политической программы, который, допустим, говорит, я хочу жить в социалистической России, или в монархической России, или, там, не знаю, в России, построенной по типу США, говорит, я хочу быть главным, я хочу быть начальником. Вот в России тот, кто заявляет о том, что он хочет быть начальником, до выставления условий, почему именно он должен стать начальником, не может никогда стать начальником, иначе, как с помощью силового варианта какого-то. Ленин никогда не говорил, я хочу быть представителем Совнаркома. Никогда. Он говорил, мы хотим построить сначала буржуазную революцию, потом социалистическую революцию, программа, минимум программы, максимум. Потом его и избирают, он не был властолюбцем, поэтому он победил. Властолюбцы в России, изначально заявляющие о своем властолюбии, никогда не побеждают. Они кончают, как кончил Лжедмитрий. Хотя, может быть, Лжедмитрий и был настоящим сыном Ивана Васильевича Грозного, но он кончил именно таким образом. Потому что претензии на высшую власть, значит, для русского самосознания, что этот человек готов решить все проблемы. Именно к нему будут адресоваться, как к точке сборки решения всех проблем. Но если бы он выставил идеологию, тогда бы люди на идеологию перелагали бы ответственность за решение проблем. Он же выставляет себя. Значит, он будет принесен, распит на древе российской государственности, рано или поздно. Или струсит и убежит. Я думаю, второе. — 916-55-81. Вы согласны с Максимом Шевченко. 916-55-82. Вы с ним не согласны в таких оценках. Голосование уже идет. Если вы не согласны, прямо сейчас набирайте телефон. — Здравствуйте, Григорий. Я не согласен. — Так наоборот, Навальный говорит, что не будет приезжать тогда народу. Будем с коррупцией победим там. Всех воров, казнокрадов, взяточников. Как бы наоборот, он вроде как за народ, да. — Ну, он за народ. Все говорят, что хотят победить воров, казнокрадов, взяточников. Знаете, Ельцин говорил. Я помню, как Ельцин всех заставил на заседании Московского горкома партии сказать, «Какие у вас часы?» И строго отчитал тех, у кого часы были иностранные. И сам гордился, что завод, там у него там слава, не помню, там, или смена часы. И тогда писали газеты, что вот Ельцин ходит в российской, в советской обуви, а не в какой-либо там румынской, югославской или венгерской. И чем кончилось правление Ельцина? К чему оно привело? Оно привело к чудовищному рассвету олигархата, невиданной властью бюрократии, коррумпированной, произволу силовиков, криминалу и так далее. Я не верю либералам изначально. Просто им не верю. В России должен быть политический строй, который сочетает в себе сильное государство, элементы социализма, свободный рынок, свободный бизнес и подчинение финансового капитала, промышленному капиталу и той политической силе, которая выступает от имени производительных сил, а не производительных отношений, основанных на финансовой спекуляции, на овальный, этот ставленник спекулятивных финансово-политических групп. Он выступает с точки зрения господства капитала над трудом. А мы должны строить строй, в котором труд будет господствовать над капиталом. И все-таки вы сказали, он в любой момент мог бы выдвигать себя в президенты, что называется. Но, знаете, у Марджа Бараилов тоже выдвигал себя в президенты. Просто сейчас многие... Поэтому, что там, как говорится, Лисовский выдвигал себя в президенты. Многие обращают внимание на то, что у него суд 17 апреля, поэтому он выдвигает себя в президенты. А сейчас какие выборы президентские? Нет, это никак не связано. Он же не может сейчас зарегистрироваться кандидатом. Но все будут понимать, над кем суд? Над кандидатом в президенты? Ну, знаете, вот у нас недавно в одной из московских психбольниц, одному Наполеону, наверное, сделали галлопередоловую блокаду тоже. Ну, что же мы, как говорится... Какой кандидат в президенты? Политическая программа от Алексея Навального нужна. Борьба с коррупцией, это не политическая программа. Все демагоги говорят, будем бороться с коррупцией. И при всех демагогах потом коррупция расцветает. Не видано совершенно. Навальный, какую страну ты хочешь? А ты не можешь ответить на этот вопрос, я уверен. Телеведущий журналист Максим Шевченко и голосование, ну вот как, 49-51. До последнего момента было 50 на 50, так разделилась аудитория Русской службы новостей. Но итог 49-51. 49% аудитории поддержали Максима Шевченко, 51% не согласны. Теперь информационный выпуск и еще одна тема для обсуждения после.